Всем привет! Вы снова на канале Стериал Пиас. Итак, как вы видите, я снова снимаю руками. И вы не подумали, что я теперь всегда буду снимать руками? Мне это неудобно, но снимать хочется для вас видео. Я сейчас думала, что бы вам такого снять. И придумала в итоге. Короче, я хочу сказать, что пока у меня нет возможности снимать, как обычно, не руками. Я снимаю так. И я сейчас очень боюсь, что вам это видео не понравится. Я очень этого боюсь. Но я надеюсь, что все-таки вы оцените. Давайте сначала поговорим о новостях, небольших на моем канале. Итак, у меня продолжается сериал «Глухая». Друг из детства я скоро уже закончу. А также у меня есть такой начатый сериал «Фигуристка», который, господи, уже весна исчерил пес просто. «Фигуристка», да, браво. Ну, понимаете, у меня тогда пропало вообще... Я говорю, у меня не было новогоднего настроения. У меня вообще не было настроения тогда. И даже этот сериал, он мне тогда не помог. Ну ладно, я надеюсь, вы поймете меня. И, конечно же, я буду продолжать «Фигуристку». Я вот хочу уже начать снимать дальше «Фигуристку». Да, это просто я. И далее. Помимо этого всего, то есть сериал «Глухая» и «Фигуристка» продолжаются, но «Фигуристку» как-то надо будет сделать, типа, знаете, фильм, скорее всего. Потому что сериал это будет очень долго. Скорее всего, это будет такой фильм небольшой, я так думаю. Все как-то по-быстрому сделать. Следующий сериал «Глухая», который, в принципе, тоже я сильно не хочу растягивать. А, а, и еще. А вот дальше я для вас готовлю новый сериал. Скорее всего, он уже будет по сценарию снят. И я сейчас думаю, какие там будут пэты, декор, фоны, какие мне нужно будет. Сейчас у меня с фонами есть проблема. Я сейчас пытаюсь себе найти что-то классное, что-то прикольное. Но, понимаете, все однотипное. Я вчера хотела посмотреть какие-то фоны. Все однотипное. Мне не нравится такое. Я хочу что-то такое классное найти, знаете, но пока не могу. И также хочу сказать спасибо всем, каждому, кто со мной, кто смотрит мои видео. Я вас очень сильно люблю, обожаю. И давайте уже ближе к делу. Почему же я назвала так свое видео? Лимонная история. Лимонная история. Ну, как-то так. Короче, я вам хочу рассказать истории. Несколько, получается, связанных вот с этой кошкой лимонной. Но не совсем с этой. Не только с этой. Но конкретно с этой... Как сказать? Ну, конкретно с этим пэтом. Господи, как это... Типа, не вот с моей, да? Не с моей кошечкой. А именно вот с такой стоячей кошкой 733. Официально. Потому что, как вы знаете, или кто не знает, у меня их было две. Вернее, сначала у меня была другая кошка. А потом я себе купила эту. Потому что состояние той меня не устроило. У нее был вертолет. Практически стертый нос. Да, и сейчас человек, которому я продавала эту кошку, я так поняла. Она ее перепродает или уже перепродала. Да. Ну, давайте конкретно про лимонную кошку. Сейчас говорю не эту, а которая у меня была первая. Ну, короче, это просто я. Я давно хотела себе лимонную кошку. Вот прям. Прям хотела, понимаете? Причем сначала мне она вообще как-то не нравилась. А потом она мне так сильно понравилась. Прям очень сильно. Она такая красивая. Посмотрите на нее зеленые... Посмотрите на ее зеленые глазки. На вот эти ушки такие. Узорчатые. Очень красивая кошка. И в глазках такие блики у нее. Мне она очень сильно нравится сейчас. Да. И я как бы захотела... Ну, почему-то мне казалось, что мне эта кошка появится. Ой, как не скоро. Я не знаю, почему я так думала. И я когда вообще была как бы еще, скажем, только начинала коллекционировать пэтов, я почему-то начинала с новой коллекции. Я не знаю, почему я тогда не разбиралась ни в ценах, ни в категориях ценовых. Я в этом не понимала. И просто покупала пэтов, как бы, просто какие-то... Вначале захотела автомат, не знаю почему. Потом я поняла, что мне хочется каких-то других форм. То есть, вы видели, сначала снимала с новой коллекции. Но я очень хотела прийти к старой коллекции, именно к стоячим кошкам, котятам. И очень хотела снимать видео именно с ними. Но это моя основа. То есть, котята это, как бы, дети, получается. Вырастают, например, взрослые кошки-стоячки, к примеру. Ну и так далее. Но, конечно, новая коллекция тоже, она очень классная. Я с ней снимаю. Мне некоторые пэты очень сильно нравятся из новой коллекции. Некоторые, ну, средние. Есть, которые вообще не нравятся. Об этом можем поговорить в отдельном видео. А пока что давайте я продолжу тему. Итак, то есть, я захотела лимонную стоячую кошку. И вот как-то я, типа, вижу в продаже, ну, то есть, лимонную. Только не эту, не путайте. Это была другая, моя первая. Она также есть в распаковке. Я ее увидела за 1300. То есть, 1500 с заставкой она стоила. Все, я там все узнала. Мне почему-то показалась она идеальной. Хотя я понимала, что у нее потерт носик, что у нее пятна. Почему-то я решила, просто я быстрее, быстрее ее сразу же ухватила. Купила на следующий день. Говорю, все, оставляйте мне эту кошку, я ее выбираю. И выкупила на следующий день. Причем, были какие-то проблемы опять с покупкой. Ну, да ладно. Все. Потом, только я понимаю. Я вообще считала, что я очень выгодно купила эту кошку. Да, она в идеальном состоянии стоила до 5000. Сейчас, мне кажется, ее ценник упал где-то до 3-х, до 2-х. Да. Далее. То есть, я такая купила вот эту кошку за 1500, которая первая. Все. Потом, когда я ее как бы увидела, она мне понравилась. Открыла посылку. Потом я начала понимать, что что-то не то. Мне этот вертолет не нравится. Ладно, вертолет я бы еще как-то стерпела, но потертый носик, почти стертый. Это для меня было не очень, вот вообще. И все. Ну, у нас с этой кошкой я тоже что-то пережила. Я помню, как взяла ее с собой, типа, в поездку. Ну, типа, просто в поездку, как бы, по городу я взяла эту кошку. Как бы, просто в поездку по городу я взяла эту кошку. Я ее таскала с собой в кармане. Сейчас я еще побаиваюсь это делать. Мало ли, вытрясу. Ну, потому что просто забуду, и как-то само получится. Я помню, как бы, с этой кошкой, как бы, были связаны события. Вот. То есть я, как бы, я взяла эту кошку. Там еще я узнала одну новость. Я очень сильно расстроилась. Но, вот. Эта кошка мне напоминала о моем расстройстве. Но это было не страшно. Она напоминала мне о классном дне. Ну, и все. Дальше. Ну, это как раз уже было в то время, когда я захотела ее продать. Я продавала ее, выставляла там за тысячу триста, тысячу четыреста. Ну, договор на тысячу. Я вам это рассказывала. Да. И, короче, в итоге я ее так и не смогла продать. Ну, не смогла. И оставила эту затею просто. И все. Потом я снова пришла к той мысли, что мне надо продавать ту кошку. Потому что я уже заказала себе новую. То есть вот эту. Короче, я выставила эту кошку. Типа, сразу сфоткала все ее недостатки. То есть вот эти пятна было видно. То, что там шарнир плохой. Короче, я все это написала. Ну, носик было видно тоже на фото. То, что у нее потертый. Практически стертый. Ненавижу, когда я просто пэты с подкрасом. Это просто некрасиво, мне кажется. Даже потертости не такие, как бы, страшные, как какие-то подкрашенные. Ну, не знаю, почему мне так кажется. Хотя, может быть, можно как-то качественно подкрасить. Но не так. Так, идем дальше. Короче, я, получается, выставила эту кошку. И сразу же тут же мне начали писать. Мне писали, как бы, насчет этой кошки. Про цену, как бы, я сказала, что, типа, предлагать цену, потому что я не знаю. Потом мне написала одна девушка. И, получается, захотела купить мне эту кошку. А я, как бы, знала, то, что она, как бы, проверенный продавец. Все, как бы, хорошо. А у меня-то отзывов не было. И я, как бы, была согласна ей, как бы, даже первое отправить. Потому что, реально, человек с репутацией, как бы, все вообще классно. И, как бы, договорились, что вот. А договорились-то вот так, что, типа, она мне скидывает деньги за доставку. Я отправляю ей кошку. И она мне перекидывает сумму. Да. Ну, и все. Потом, где-то примерно, я не помню, как-то, то ли, в тот же вечер, да. В тот же вечер, получается, мне пишет еще одна девушка. Причем, я смотрю, как бы, у человека, вроде бы, репутация, да, хорошие отзывы, но... Она писала крайне странные вещи и просто, блин, я просто ржу, мне просто было смешно. Короче, пишет мне, типа, вот, привет, интересует кошка. Вот это вот, как бы, все. Спрашивает там про недостатки. А я уже, тем временем, по-моему, запаковала свою, ну, запаковала эту лимонку. Ну, то есть, я ее, как бы, упаковала для той девушки, потому что она ее собиралась купить точно. И я говорю, что я не могу вам показать дефекты кошки, потому что она запакована. Ну, мало ли, как бы, та передумает, да, а тут я, как бы, ну, вдруг. Вот она, как бы, тоже интересуется меня. Хотя можно было сказать, что уже продано. Вообще, я так и сказала, но она предложила мне купить дороже эту кошку. Я такая думаю, ну, нет же, я уже договорилась. И, как бы, та девушка, она была очень странная, знаете, она такая, типа, говорит мне. Вот. Меня интересует, как бы, эта кошка. Я бы ее хотела купить, и желательно с донором. Господи, мне так смешно было. И, типа, давай спрашивать про всяких пэтов, которых у меня даже близко нет, которые я не выставляла на продажу. Откуда они у меня будут, да? Как бы, просто, типа, я не знаю, типа, зачем, типа, просто вытащить из них шарнир, как бы. Видимо, она хотела их вытащить из шарнира. Ну, короче, то, что она написала с донором, меня за таксо смешило, господи. Потому что это реально смешно было. Я, как бы, понимаете, продавала конкретно лимонную кошку. Так зачем мне писать по поводу других пэтов? Я не понимаю. Ну, допустим, да, у меня бы они были. Ну, допустим. Но у меня их не было. Я так и сказала. Потом, когда я говорю, что та кошка, как бы, ее уже забирают, она давай писать мне дальше. То есть, понимаете, я говорю, что ее уже забирают, она мне давай писать дальше. Потом, вообще, я говорю, если что, сможете, типа, вот, отправить? Она говорит, что не может отправить деньги. И как-то разберется. И помочь ей тоже никто не может. Такая, думаю, ну, нормально, классно. И такая, думаю, ну, нет, наверное, скажу, как бы, вернее, думаю, вот сейчас купят, как бы, вернее, думаю, вот сейчас купят кошку. И я ей напишу, что купили. Я так и сделала. Ну, потому что, как бы, уже договаривалась с тем человеком. А, еще я вам забыла рассказать, до этого еще вот эту лимонную кошку я выставляла в барахолку. То есть, нигде коллекционеры, а на барахолку. И там мне за нее предложили 1500-1600. Вы понимаете, даже я купила ее дешевле. То есть, можно сказать, я продала в два раза дешевле. Потому что, короче, мне это написала тоже одна девушка и предложила мне вот эту сумму. Ну, за 1500 договорились. И мне, как бы, хоть она из моего города, то есть, как бы, не надо было отправлять почты, хотя лучше бы почты. Она сказала, что, если вы не можете, ну, как бы, вообще она бы не предложила самой повезти эту кошку и повезти. Я такая думаю, в смысле, почему я должна, да, как бы, это и время, и все. Ну, допустим, я могла просто цену повысить и сама привезти эту кошку. Ну, мне это было неудобно, вот вообще. Тем более, я не знала, где она там живет именно. Я не знала вот этой улицы и так далее. Поэтому, ну, никак. Ну, и, короче, она попросила мне, меня, чтобы я эту кошку для нее оставила. Я ей продержала эту кошку на броне где-то месяц. Думала, она забьет на эту броню. Ну, нет, не забьет, она писала. Не помню, когда. Ну, и, короче, договорились, что вот это. В итоге сделка срывается, потому что, когда мы договаривались в тот день, я собиралась уже поехать. Я смотрела, чтобы вот, мне сейчас поехать надо будет, иначе я вообще не уеду никуда, опоздаю. А она просто не заходит. И при том, что мы договаривались. Ну, конечно, я тоже сглупила, надо было взять номер телефона. Ну, короче, так вот сделка сорвалась. Ну, и далее вот так вот я уже позже продаю эту кошку в два раза дешевле. Да. Вот этому человеку, с которым договаривались. А со вторым покупателем, с которым не сложилось, короче, это просто было смешно. Ну, как бы у человека отзывы, репутацию, он мне пишет такой бред просто. Ну, это было смешно, правда. Но у меня как бы не осталось на переписке ничего. Ну и все, продолжаем. Ну, так вот, а насчет этой кошки. Я вот не знаю, вы давно уже продавали или нет, но, видимо, я просто уже писала ранее про эту кошку. Почему я так думаю? Потому что у меня такие же маленькие недостатки. На ушках грязь, глазки немножечко стерты. Дальше. Ну и все, я все-таки написала повторно. Типа, мне говорят, что эту кошку скоро могут купить. Там же мне предложили 4 тысячи, короче. А, нет, 4 500. Офигеть. Ну и все. Ну, в итоге, я как бы смогла купить эту кошку, потому что изначально я хотела как бы за 2 тысячи заставкой. Ну, мне как бы сказали, сказали, что это слишком мало для этой кошки. Учитывая, что она не в идеальном состоянии. Ну, да. Потому что у нее давно уже упала, упала, упала ценовая категория. Дальше. Ну и все, короче. Ну, я такая думаю, ну, за 3 тысячи. Так я думаю, ну, нет, я не буду покупать. В том, через несколько дней, вот, совсем немного, так получается, что ей пришлось снизить цену на кошку. Где-то 2800 с пересылом. Я такая думаю, нет, я все-таки буду покупать эту кошку. Потом я что-то, вот, я... У меня, знаете, как бы, особо... Я понимала, что если я скуплю эту лимонку, то я просто... Блин, мне это вообще не выгодно будет, потому что... Как других потом про это сплачет, потому что тоже были платы, которых нужно было выкупить. Ну и все. Я такая думаю, ну, нет. Думаю, вот, если бы мне цену снизили хотя бы до 2000 с пересылом, я бы согласилась. Потом мне писали, что снизить цену не могут. И причем потом она, как бы, вставляет в группу на продажу эту кошку и пишет, что она 2030 с доставкой. Я такая думаю, почему мне я сказала, что она дороже. В итоге потом она мне говорит, как раз вот эту цену, которую я хотела, 2000 с пересылом. То есть, включая доставку. Я такая думаю, ну, все. Я не могу не купить эту кошку, просто не могу. Я покупаю эту кошку за эту цену. И, в принципе, я довольна осталась. Да, она как бы не в идеальном состоянии, но я очень люблю эту кошку. И мне она нравится. Вот так вот. Ну и все. Но, конечно же, я мечтаю, господи, еще одной такой кошки из коробки. Именно я хочу набор с этой кошки. Я не знаю, какой там набор. По-моему, это просто пакетик. То есть, это не набор, да, с какими-нибудь тамаксами, пэтами или декором. Или чем-то еще всякими такими штучками прикольными. Получается, это просто в пакетике. 733. Ну ладно. Ну и, в общем-то, все, наверное. Я очень хочу верить, что вам понравится это видео. Я переживаю, но я старалась. Почему я сняла именно такое видео? Потому что вам нравятся мои разговорные видео. Я это знаю. Почему-то они заходят. Мне кажется, что это будет никому не интересно. Но почему-то вам обычно заходят такие видео. И, например, я снимала ту же правду или действие, так оно вообще не зашло. Почему-то на моем канале так же не заходят клипы, которые я опять же начала снимать. А знаете, почему я начала их снимать? Я как бы не хотела их снимать. Ну, блин. Знаете, есть песни, которые я просто пропускаю через себя. И мне хочется как бы вам это передать, что ли. И поэтому тоже я стала песблогером. Потому что я хочу свои идеи, свои чувства, свои ощущения, да. Вам свое восприятие просто на жизнь. Как-то вам передавать в сериалах. Это как-то успокаивает меня. Я не знаю. Потому что... То есть я не снимаю клипы просто, знаете, какую-то музыку наложила и все. Я стараюсь вам передать свои чувства, свои эмоции. Потому что для меня это важно. И так же в сериалах. Вот я сейчас готовлю для вас новый сериал, который, опять же, идея возникла спонтанно вообще. Я очень хочу верить, что он вам понравится. Блин, я вот уже чувствую как-то вот... Чувствую вот эту историю. Мне прям как-то... Не знаю, слишком... Слишком хорошо я чувствую. Потому что... Прямо, знаете, как будто бы жизнь какая-то еще одна. Вообще, знаете, опять же, если взять сериал какой-то, да, с Пэтами, то... Как это у меня происходит? Это ты проживаешь жизнь, ты переживаешь, ты можешь страдать вместе с героем и так далее. И я сейчас потихоньку-потихоньку иду именно к этому. Потому что сначала у меня вообще как-то не шло. Но сейчас все постепенно лучше. Я очень стараюсь. Хотя мне иногда не нравится то, что я делаю. Короче, у меня очень много идей для сериалов. Но я сейчас, наверное, все-таки возьмусь за этот сериал. Но мне нужно к нему подготовиться. Мне нужно купить новых Пэтов. Фоны какие-то. Мебель обязательно купить. И только тогда я смогу начать. Потому что вот то, что у меня сейчас есть, да, с этим всем не снимешь такого. И повторяться я не хочу и так повторяться. Иногда приходится повторять Пэтов, да, декор это вообще не очень. И, конечно же, я хочу улучшить качество. Конечно, оно неплохое. Но все-таки. И свет вроде бы тоже стараюсь сделать лучше. Надеюсь, он лучше, чем был сначала. Вообще, когда я начинала свою первую распаковку, я взяла желтую лампу. И как бы нормально. Но эта распаковка, она, кстати, сошла. Это моя первая распаковка была. Я, знаете, я хотела максимально как бы снять. Вот прям постараться максимально снять. Классно. И у меня это получилось. Я очень рада. Это видео, оно сейчас и по сей день выстреливает у меня. То есть, опять же, что я вам хочу сказать. Иногда сериал, он может или сразу рвануть, да. Или вообще не пойти. Или, знаете, он может сначала, вот как друг из детства. Я почему-то была уверена, что серия первая точно вам зайдет. И, короче, когда я ее выложила, у меня вообще практически никакой реакции не было. Я, знаете, начала переживать, менять название. Потом смотрю, он как просто рванул резко. То есть, этот сериал, ну, первая серия, там, она выстрелила. Но остальные серии как-то вот подтягивались за первой. Но, знаете, это, не знаю, может быть, на сегодняшний день это мой самый такой удачный проект. Может быть и нет, я пока не знаю. Потому что мне сейчас не очень нравится, как я снимаю. Мне хочется что-то поменять. Что-то, знаете, как-то лучше. У меня как-то, блин, какой-то бред иногда просто. В моих словах, в моей звучке какой-то бред получается. Потому что, блин, я снимала без сценариев. Надо попробовать сценарий, может быть, получится по-другому. Короче, я хочу, как бы, я экспериментирую. Вот, правда, я в единстве не зашло. А жалко, я бы хотела продолжать эту рубрику. Но как-то она вам не зашла. Но, может быть, потом зайдется временем тоже. Откуда я знаю, может быть, через лет пять. Мои видео будут, скажем так, более успешные. Да, будут нравиться. Хотя, я не знаю, как я буду снимать через лет пять. Мне интересно это. Но, знаете, что самое обидное? Вот то, что ты любишь. Да, я хочу снимать. Хочу придумывать истории. Мало того, что у меня, как бы, не очень много петов декора, так еще и времени нет особо. Это обидно очень. Потому что я хочу этому посвятить, скажем так, часть своей жизни. Большую часть своей жизни я хочу посвятить этому. Возможно, просто как-то, скажем, создавать мультики. Но, да, я хочу создавать мультики с петами. Мне это нравится. Я очень хочу посвятить себя именно этому. Потому что очень люблю творчество. Очень. Мне очень нравится снимать вообще. Я обожаю снимать. Сейчас я тоже. Мне прям очень нравится это все. И так же распаковки, которые раньше заходили, а сейчас нет. Ну, я думаю, это все, как бы, со временем будет хорошо. Да. И я все-таки надеюсь, что мой канал будет жить. А так же, кто не знает... Ну, я вот не знаю. Я думала, что реально отключат монетизацию. Походу, этого не сделали. И если это так, то я очень рада. Потому что, знаете, так как бы мне это не нравилось. А, знаете, все равно хочется что-то получать с этого. Хотя, знаете, я снимаю для вас, для себя. Мне вот это чисто надо. Мне. Я не знаю, как вам это объяснить. Да, я и не смогу это объяснить. Мне очень трудно выражать свои мысли, на самом деле. Но я уже говорила, другие получают. Почему я должна отказываться? Правильно, правильно. И тем более будет больше мотивации. Да. И вот то, что мне бы, например, приходило на канал, я бы, получается, тратила бы чисто на канал. Я бы покупала пэт, декор, короче. И было бы прикольно. Но об этом не рано мечтать. Потому что у меня небольшая аудитория. Ну, мне еще долго до этого идти, идти, расти в своих сериалах, в качестве видео и так далее. Короче, мне еще очень до этого далеко, на самом деле. Спасибо вам большое, что вы со мной. Я вас, правда, очень сильно люблю. И я надеюсь, вы досмотрели это видео до конца, потому что я, правда, очень старалась. И надеюсь, вам понравится видео. Потому что вы любите разговорные видео. Вам не заходят. Поэтому я сняла такое видео для вас. Я вас очень сильно люблю. Спасибо вам за поддержку, за ваши комментарии. Я вас просто обожаю. Активным подписчикам, которые часто пишут. Я все это читаю. Мне безумно приятно. Я вас просто обожаю. Спасибо вам большое. Вы были на канале с Чирилл Пиес. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. А с вами была с Чирилл Пиес. Всем пока, всем удачи. И до следующих новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok